Пастор Я бы вышел, я бы по-другому все сделал Зачем он нам какие-то лишние слова говорит Нас заставляет повернуться, что-то сказать А вы знаете, когда я заставляю, это проверяет ваше послушание Один, первый раз И второе, это уязвляет вашу гордость Потому что надо же повернуться, надо же что-то сказать А еще надо придумать добрые слова А у тебя не всегда добрые, которые рядом сидит человек к нему И что же делать-то, я накопил здесь не добрых слов, а надо добрые говорить И приходится не добрые свои откладывать, а добрые придумывать Они не всегда есть в арсенале Потому что в последнее время мы что-то меньше стали добрых говорить Больше критики, и вся критика за правду За истину Воюем, критикуем Всех и вся Кроме себя А к себе, когда критику болезненно воспринимаем Это я за правду И я повижу А в мой адрес проявите милость Я критику, а мне милость Но, друзья, должно быть наоборот Вообще не должно быть критики Должна быть милость Милость Бог нас не критикует Он нас любит Он нас милует И обличает Но обличает так, что всегда показывает выход Как выйти? Он не просто тебя там обличил Потом еще раз Потом еще раз несколько И оставил в таком состоянии Нет, он тебя обличает Иногда больно бывает Но он показывает всегда выход Аминь Потому что он любящий Он не может и не обличать Если он не будет не обличать То это тоже не любовь Это тоже лицемерие Можно ходить и говорить О, какие вы хорошие Но это не так на самом деле И брат или сестра Утверждаются в своем неправильном мнении И потом это их погубит Потом это принесет пагубу в их жизнь И может даже забрать у них и духовную И даже физическую жизнь Потому что ты рядом стоял И не мог предупредить его Не хватило духу Ты лицемерил И тебе надо с любовью всегда обличать И если ты не обличаешь Или Бог нас не обличает Это уже не любовь Потому что сказано Того, кого он любит Он того наказывает Не наказание ради наказания А наказание ради того Чтобы тебя обличить И вытащить из этой проблемы Потому что по-другому Тебя невозможно Из этой ямы вытащить И второй момент Он милует Знаете, он обличает И иногда даже не наказывает Если ты вовремя понял Он прощает тебя Милует Потому что он милостивый И это две стороны одной медали Милости и обличения Это две стороны любви Любовь не бывает без наказания Друзья мои Ну нет Если ты наказываешь своего ребенка Который провинился Ну я думаю, что добрый родитель Добрый родитель Разумный родитель Не делает так Чтобы просто наказать И получить удовольствие Когда мы наказываем своих детей Мое сердце, как родители Разрывается в этот момент Я вообще не хочу этого делать Но я не могу этого не делать Потому что я знаю Что если я сейчас Не применю эти меры Это Сослужит ему Недобрую службу И погубит его Аминь Слава Господу Давайте воздадим Богу Хвалу И мы говорим о том Как проходить кризисы Хочу сказать, что кризисы В нашу жизнь будут приходить Неверующие Они какое-то неправильное Евангелие уверовали Они узнали, что Евангелие это Добрый весть Так и есть И я не отрицаю Это на самом деле И они подумали Что если они уверовали В Иисуса Христа То все в их жизни Никаких кризисов Больше не будет Вот такое Евангелие Некоторые назвали его розовое Мы иногда даже так проповедовали Тебе надо Все, что тебе надо Прийти к Иисусу Христу Все, все проблемы Сразу в сторону отойдут Никаких больше проблем не будет Вообще Ты будешь ходить Просто чего загадаешь Все исполнится Во жизнь Не жизнь Просто амалина Но потом приходят К Христу И наоборот Как будто Все навалилось На этого человека Не знал Христа И все было хорошо Узнал Христа И все навалилось На этого человека И он говорит Где-то здесь подвох Друзья мои Я вам скажу Что кризисы в нашу жизнь Будут приходить На протяжении всей земной жизни Периодически Чтобы ты не расслаблялся Аминь Аминь Но есть тот Который помогает Нам справиться С этими кризисами И в этом есть радостная весть Аллилуйя Вы не один Аминь Вот здесь надо Аминь Такое крепкое сказать И мы сказали Что мы проходим кризисы И есть Нам подсказка в Библии Много подсказок Как проходить эти кризисы И мы взяли жизнь Такого персонажа Исаака И на основании этой жизни Мы учимся с вами Как проходить кризис Потому что Исаак Написано В Бытие в 26 главе Попал в голод Страшный голод Которого не было До этого времени На земле И он Что-то делал И мы сказали Что он делал Первое что он делал Он сеял 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 Сейте всегда Во все времена И особенно Во времена кризиса Потому что закон Сеяния жатвы Не пройдет никогда И знаете В кризис он тоже не проходит Закон сеяния жатвы Действует во все времена Потому что так сказал Господь И когда он сеял Сказано что Бог Его поднял И сделал весьма Великим И потом второе что мы увидели Исаак Рыл колодца Отрывал те которые Засыпали Филистимляне Те которые Отрывал Рыл его отец И называл Их теми же именами И мы с вами сказали Что мы Должны Копать Помните я сказал Не капать На мозги На мозги друг другу Своими великими Откровениями А копать Колодца Добывать еще Большие Откровения Для себя Если тебе Бог Дал откровение Ты сначала его Переработай Посмотри как оно Работает в твоей жизни В твоей жизни А потом расскажи Мы к сожалению Своё христианство Свели к тому Что делимся Друг с друг Другом Откровениями Знаю у меня вот такое Откровение А у меня вообще Вот такое А у меня вот это А у меня вот это А как оно работает В твоей жизни Покажи мне Своим примером Своими делами Дай мне посмотреть Как это действует Услышать то я услышу Сегодня много информации Которую можно слышать Откройте ютуб И вы можете слышать Все что угодно И нам надо копать Надо копать И называть те колодцы Прежними именами Если грех То он есть грех Название не изменилось Греха Шалость его не назовешь Если аборт Это убийство ребенка То это и есть Убийство ребенка Это не просто Там избавиться От ненужного плода Если сегодня Жизнь без брака Или всегда Жизнь без брака Была блудом То так и есть Это блуд А не гражданский брак Друзья мои Из-за того Что вы меняете Этикетки На колодцах Или название Суть их И содержание их От этого не меняется Если вы на бутылку С ядом Приклеите этикетку Мед Он не станет Медом Он так и будет Ядом Поэтому надо пить Из правильных колодцев Копать колодцы Я когда сегодня Заходил Обратил внимание В угол Увидел несколько лопат Думаю Люди пришли с лопатами Копали колодцы Наверное Кто-то копал колодцы На этой неделе Пару человек копало Остальные искали место Где копать Знаете Кто-то копает А кто-то вот с этой лозой Ходит Есть такие две палочки И ищет Где же копать Все Ищет Где же копать Пошел в ту церковь С этими палочками Посмотрел Что-то они Как-то там Не действуют Пойду в ту церковь Схожу Там посмотрю Думают Где же копать Друзья Бог поставил вас На правильном месте Копайте Аллилуйя Воздайте ему славу Да И дальше Про Исаака Написано Что он направился В Версавию И Версавия Переводится Как колодец Клятвы Колодец клятвы Многие Исследователи Библии Говорят Что именно На том месте Авраам Рассек Семь животных Положил их Перед Богом Или принес Жертву перед Богом И ждал Чтобы Бог Пришел И заключил С ним завет И помните Что случилось С Авраамом Он как и все Как и все Уснул Помните Что произошло С учениками В Гефсиманском саду Когда Иисус пришел Чтобы тоже Самого себя Принести В жертву И сказал Молитесь Вот уже Время близко Когда мне надо Пойти на крест И что ученики сделали А помните Десять дев Пять из них Было мудрых Опять было Не мудрых Правильно Но истина Заключается в том Что все Десять Уснули Знаете Вот такое Ощущение Приходит Что перед Приходом Христа И разумные И разумные И неразумные И вроде бы Жертву Принесли Но Уснули Но мы видим Как поступил Господь Он пришел И прошел Между этими Жертвами И клялся Аврааму Собой Собой Клялся Аврааму И вот в это место Пошел Исаак И написано Даша Бытие 26 глава С 24 стиха Исаак Встречается С Богом На этом месте И Бог Говорит Исааку Я Бог Авраама Отца твоего Помните Я говорил Что Бог Он Бог Поколений И когда мы Роем колодец Мы роем его Не только для себя Копаем Не только для себя Но и для будущих Поколений И Бог Здесь подтверждает Он говорит Я Бог Отца твоего Тогда он Еще не стал Богом Исаака Он здесь говорит Я Бог Отца твоего А сегодня Мы его знаем Как Бога Авраама Исаака И Якова Он встречается И Бог ему Говорит Таким Можно здесь Знаете Ну это такая Вольная интерпретация Вольнодумство Мое Он ему Когда встретился Говорит Вот Бог нам Говорит В какой-то момент Я могу И твоим Богом Стать Я Бог Твоего Отца Посмотри Посмотри Как жил Твой Отец Посмотри Как я Его благословлял Сейчас Ты стоишь Перед выбором Я могу И твоим Богом Стать О Великий Бог Предлагает Партнерство И он говорит Ему Не бойся Знаете Кто-то подсчитал Что 365 Раз В Библии Написано Слово Не бойся Как будто На каждый день Когда ты Стаешь с утра Бог тебе Говорит Не бойся И говорит Почему Не потому Что ты живешь В лучшем государстве Не потому Что у тебя Все успешно И у тебя Финансов Достаточно И у тебя Лучшая семья И хорошая работа Он говорит Почему Не бойся Он говорит Ибо Ибо Я с тобою Аллилуйя Воздайте Богу Хвалу И дальше Он говорит И дальше Он говорит Исааку Что приносит То Когда он С нами Он говорит Я Благословлю Тебя И умножу Потомство Твое Ради Авраама Раба моего И он Устроил Исаак Посмотрите Реакция Исаака Услышав Такое Исаак Не просто Говорит Круто Знаешь Бог А можно Повторить Еще разок А можно Я запишу Подожди Помедленнее Я запишу Он не так Сказал Он послушал Это И написано И он Устроил Там Жертвенник И призвал Имя Господа Интересно Бог здесь Стоит С ним Общается Он Жертвенник Там устраивает И еще Имя Господа Призывает Ну как Вообще Вот Какая-то Нелогическая Цепь Происходит Ну Нелогическая Если сразу Это смотреть Но Это Какое-то Время Прошло Когда Бог Явился Пообещал Ему И он Думал Наверное Ходил И размышлял А что Делать А как Теперь Быть Как Это Принять И он Устраивает Там Жертвенник И призывает Имя Господа И Сказан Раскинул Там Шатер Свой И выкопали Там Рабы И Исаакова Колодец Аллилуйя Следующее Что делал Исаак Наряду с тем Что он Сеял Копал Колодцы Он Строил Жертвенник Он Строил Жертвенник И интересно То Что Он Стал Жить Он Шел Вирсавию Он Не Шел Туда Жить Он Не Знаю Для Чего Туда Шел Библия Нам Не Повествует Может Быть Чтобы Встретиться С Богом Там Не Сказано Что Он Хотел Там Жить Но Там Ему Встретился Господь И сказано Что Там Поставил Он Жертвенник И Там Раскинул Свои Шатры Он Стал Жить Там Где Увидел Господа Друзья Мои И Там Построил Жертвенник И Когда Мы Читаем Историю Израиля Вели Ветхий Завет Мы Видим Что Про Отцы Израильского Народа Все Строили Жертвенник Первое Упоминание Жертвенника Мы находим В Бытие В Восьмой Главе Когда Ной Со Своей Семьей Выходит Из Ковчега Лучше Всего Это Знают Армяне Куда Он Вышел В Ереван Гори Арарат Армяне Все Знают Что Гора Арарат И Мы Тоже Принадлежит Армении Сейчас Я Политический Раскол Между Некоторыми Странами Но Они Так Говорят Это Наша Гора Они Знают Эту Гору И Слава Богу И Когда Ной Причалил Туда Он Не Фабрику Сделал По Изготовлению Коньяка Ной Он Поставил Там Жертвенник И Принес Чистые Животные В Жертву И Бог Обонял Жертву И Дал Обещание Сказав Что Больше Потопом Человечество Губить Не Буду Что Отныне Законы Сеяние Жатвы Жара И Холод Лето И Зима Не Пройдут Оно Так И Стало Ни Разу Не Было Так Чтобы Было Четыре Сезона Или Четыре Квартала В Году Одно Лето Да Бывает Плохая Зима Но Она Зима И Эти Законы Никогда Не Пройдут Пока Будет Существовать Земля Дальше Дальше Авраам Строит Жертвенник Авраам Это Вообще Специалист По Строительству Жертвенников Ты Смотришь Его Историю Куда Бо Он Не Пошел Он Везде Строит Жертвенники Везде Приходит И Строит Жертвенник Он Молодец Он Знал Толк В строительстве Жертвенников Если Вам Нужно Построить Жертвенник Учитесь У Авраама Дальше Мы Видим Давид Соломон Иисус Навин Все Они Строят Жертвенники Друзья Мои Жертвенники Это Место Где Приносили Жертву Богу Яхве Потому что Есть Жертвенники Где Приносят Жертву Другим Богам У Язычников Тоже Есть Жертвенники И Они Приносят Там Жертвы Но Этот Жертвенник Именно Для Того Чтобы Приносить Жертву Богу Яхве Он Так И Назывался Место Заклания Впоследствии Туда Стали Приносить И Мирные Жертвы И Цель И Назначение Жертвенника Именно Приносить Жертву И Помимо Этого Жертвенник Был Местом Где Бог Открывался Местом Где Бог Освещал Местом Где Бог Говорил С Человеком И Местом Где Являлась Его Слава Чаще Всего Жертвенники Строили В знак Благодарности Как мы Сейчас Читаем Про Исаака Но Также Жертвенники Строили По Велению Господа Вот И В истории С Исааком Мы Видим Что После Того Как Бог Явился Ему И Сказал Не Бойся И Благословил Его В знак Благодарности Исаак Построил Жертвенник Богу И Стал Там Жить Для Того Чтобы Выражать Свою Благодарность Приносить Жертвы Богу Но Многие Скажут Сегодня Пастор Ты говоришь Это Ветхозаветной Перспективе Как Это Нас Касается Тех Которые Живут В Новом Завете Ведь Сегодня Нет Того Места Куда Бы Мы Могли Физического Прийти И Принести Жертву Животное Какое-то Или Мирную Какую-то Жертву Но Прежде Чем Ответить На Этот Вопрос Я Хочу Вам Показать Что Жертвенник Это Не Только Принадлежность Ветхозаветных Времен Но Также Мы Находим Жертвенник В будущем На небесах Посмотрите Книгу Откровения Где Речь Идет О будущем Написано В шестой Главе В девятом Стихе И Когда Он Снял Пятую Печать Я Увидел Под Жертвенником Души Убиенных За Слово Божие И за Свидетельство Которое Они Имели И Посмотрите Восьмую Главу Третий Стих И Пришел Иной Ангел И Спал Перед Жертвенником Держа Золотую Кадильницу И Дано Было Ему Множество Фемиана Чтобы Он Так что Друзья На небесах В будущем Тоже Есть Жертвенник И Сегодня Друзья Мои Жертвенник Никуда Не Исчез Да Нет Того Физического Места Куда Бы Мы Могли Принести Физическую Жертву Но Сегодня Жертвенник Есть В Духовном Плане И Этим Жертвенником Является Наше Сердце Где Мы Должны Приносить Жертвы Посмотрите Павел Пишет Послание К евреям 13 Главе Он Говорит Такие Слова Мы Имеем Жертвенник Он Говорит Мы Имеем Жертвенник От которого Не имеют Права Питаться Служащие Скинии Так как Тела Животных Которые Кровь Для очищения Греха Вносятся Первосвященникам Восвятилище Сжигаются Вне Стана То Иисус Дабы Осветить Людей Кровью Своею Пострадал Вне Врат Итак Выйдем К Нему За стан Нася Его Поругание И мы Не имеем Здесь Постоянного Града Но Ищем Будущего Итак Будем Через Него Будем Через Него Непрестанно Приносить Богу Жертву Хвалы То есть Плод Уст Прославляющих Имя Бога Не забывайте Также Благотворение И общительности Ибо Таковые Жертвы Благоугодны Богу Слово Говорит Что мы Имеем Жертвенник Друзья Мои И в Сегодняшнее Время И в Условиях Новозаветных Мы Имеем Жертвенник На который Внимание Через Иисуса Христа Через Иисуса Христа Мы Должны Непрестанно То есть Постоянно Без Остановки Всегда Не один раз Когда тебя Прижало Меня прижало Что надо Жертву Принести Для того Чтобы Бог Призрил На эту Жертву Павел Учит Нас Говорит Это Надо Делать Непрестанно Непрерывно Всегда Во все Времена Мы Должны Приносить Жертвы Богу И дальше Он поясняет Какие Жертвы Должен Приносить Христианин И давайте С вами Посмотрим Какие Жертвы Мы Сегодня Должны Приносить В условиях Новозаветных Реалий Потому что Сегодня Все Жертвы Люди Отменили И Только Живут Благодатью Благодать А если Расшифровать Слово Благодать Которую Мы Сегодня Используем Современные Христиане То это Беззаконие Вот Сегодня Беззаконие Оно Стало Благодатью Послушай Один Мне Говорит Я Уже Год Езжу Без Страховки Я Говорю Как Ты Год Ездишь Без Страховки Вот Сейчас Второй Пошел Тоже Денег Нет Буду Без Страховки Ездить Я Говорю Как Ты Ездишь По Благодати Я Говорю По Какой Благодати Это По Беспределу Не путай Слова Не клей Другие Этикетки Благодать Не в этом Заключена Не так Друзья Мои И Библия Нам Говорит Мы Должны Приносить Жертвы Нашему Богу Через Иисуса Христа И первое Это Жертвы Хвалы И Благодарности Мы Говорили Что Мы Должны Славить Господа Хвалить Бога Во Все Времена Не Только Тогда Когда Нам Хорошо Не Только Тогда Когда Мы На Холодильник Наклеили Наши Желания Хотелки Я их Называю И Бог Их Прям С Периодичностью Источностью Когда Вы Хотите Исполняет А Вы Только Вычеркиваете Знаете Такой Христианин Вычеркиватель Пальцезагибатель Перед Богом Непонятно Кто Чью Волю Исполняет Ты Божий Или Бог Твою И Знаешь Когда Он Не успел В срок Мы В Обидах Не Молиться Не Молиться А Если Проблемы Пришли То Вообще Как Как Бог Я Твой Любимый Дитя Я Ж Тебя Призвал В Свою Жизнь Ты Ж Мне Обещал Что Не Оставишь Не Погибнешь А Тут У Меня Насморк Начался Самое Неподходящее Время Когда Мне На Гулянку Надо Ити Проблема Мы Уже Времена Мы Должны Приносить Благодарность Ему Знаете Бог Презирает На Благодарное Сердце Ему Нравится Благодарное Сердце Я Как Пастор Тоже Люблю Благодарных Людей Мне Хочется Им Больше Служить Даже Тогда Когда Они Благодарят Меня Незаслуженно Авансом А Некоторые Смотрят Говорят А давай Заслужи Благодарность Нашу Ты Давай Тут Ну Что Небудь Расскажи Такое Что Мы Еще Не Слышали Невозможно Вы Уже Все Слышали Я Даже Пытаться Не Буду Рассказать То Что Вы Не Слышали Вы Столько Смотрите Передать Что Вы Уже Все Переслушали Вам Невозможно Ничего Рассказать Нового Вы Мне Можете Рассказать Я Вам Нет Я Прям Слагаю Себя Это Услов Знаете Всем Нужно Какую Новизну Вот Простого Не Хотят Иди Покайся Подожди Это Как То Просто Давай Ты Нам Расскажи Технологию Покаяния Как Это Происходит В Сердце В Уме Как Философию Покаяния Расскажи Как Вообще Она Откуда Берется Куда Перетекает Как Оно В Ветхом Завете Прослеживается Потом Как Оно Переходит В Новый Завет Ты Нам Вот Эту Надо Взять И Пойти И Покаяться А Вот Когда Философию Такую Пока Ты Дойдешь До Покаяния Потому Что Будешь Разбирать Будешь Думать О ней Будешь Обсуждать С Братьями Дома А Правда Ли Надо Неправда Ли Надо А Надо Сегодня Курить Или Не Надо Сегодня Курить А Надо Сегодня Вина Пить Или Не Надо Вина Пить А Надо Вот Сегодня Вблуде Жить Или Не Надо Сегодня Вблуде Жить А Правда Ли Это Блуд Что Мы Когда Вот Просто До Брака Любим Друг Друга Немножко Любим Трое Детей И Вот Знаете Такое Слово Блуди А Это Просто Иди Покайся Это Что Надо Пойти Покаять Ну Да Иди Попроси Извинения Как Просто Пойти Попросить Ну Да А Почему Я Должен Просить А Потому Что Слово Говорит Так Божье Ну Он Же Сам Меня Обидел Знаете И Сердце Благодарное Начинает Быть Критичным Я Смотрю Сколько Сегодня Критики В Люде Справедливый Конструктивный Друзья Мои Но Критики Особенно Когда Делаешь Какой Нибудь Анонимный Опрос Когда Имя Твое Не Знают Когда Имя Твое Знают Трудно Критиковать Потому Что Можешь В обратку Получить За Нами Не Заржавеет Если Что Мы Тоже Можем А Вот Когда Анонимно Когда Тебя Никто Никто Не Знает Вот Там Ребята Что То Вы Тут Мало Места Оставили И Все По Справедливости Все Точно Все Так И Есть Все Конструктивно Но Библия Говорит Что Из Доброго Сокровища Своего Человек Выносит Доброе А Из Зло Злое И Вот Эта Анонимность Она Как раз Показывает Чем Наполнено Наше Сердце Критикой Или Благодарностью И Ты Увидишь Благодарность Мало В этот Момент Критики Больше Справедливость Справедливость Вчера С Братьями На Работе Искали Справедливость Сегодня Нищем Работал Справедливость И Нас Христиан Не Милость А Справедливость Сегодня По Слову Естественно По Слову Надо Пастору Указать Его Место Чтоб Он Четко Знал Своё Место Он Тут Расслабился Относится К нам Недолжным Образом Другим Надо Указать Место Да Ты Подойди Поблагодари Просто Научись Быть Благодарным Напиши Благодарное Слово Просто Мне Не Нужно Друзья Не Надо Сегодня Писать Завалить Мои Чаты Я Не Об Этому Я Не Выпрашиваю Научись Быть Благодарным Это Намного Лучше Чем Жить В Критике Критика Когда Когда Она 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 Разрушает Прежде Всего Тебя Потому Что Ты Сегодня Откритиковал И Не Увидел Мое Изменение Знаешь Почему Я Даже Иногда Не Прочитал Хотя Я Прочитал Конечно Но Когда Ты Не Увидел Мое Изменение Ты Начнешь Выдумывать Себе Скажешь Я Желал Что Ему Вот Это Все Филькина Грамота Что Они Делали Просто Так Сделали Просто Фикцию Создали Я Там Написал И Никакой Реакции Вообще Никакой Реакции Но Я Видите Реакцию Выдаю Все Нормально Обратную Связь Выдаю А Когда Ты Благодарен Помните Простой Мультик Такой Он Хороший Раз Подарил Там Цветок За Что Как У нас Просто Так Ничего Не Делают Извините Поймать Вот Философия Мультика Просто Так Да Я Не Заслужил А Не Надо Вопрос Не В твоей Заслуги Вопрос В моем Благодарном Сердце Если Мое сердце Благодарное Мне не Нужна Заслуга Ничья Я буду Выражать Эту Благодарность Я буду Подходить И говорить Спасибо Тебе Брат Спасибо Тебе Сестра Спасибо Спасибо Тебе Пастор За Что Да Просто Так Потому Что Мое Сердце Переполнено Благодарностью А не Желучью Вот Как Надо Жить Друзья Мои Тогда Что То Меняется Это Жертва Потому Что Когда Незаслуженно Сказать Спасибо Заслуженно Это Трудно Вдруг Возгордиться Сейчас скажем А он потом Зазвездится Поэтому Будем его Держать Недоевшим Недоблагодарным Пускай Знает А то Сейчас Нахвалим Здесь Уже одного Хвалили Знаем Куда Это Все Привело Поэтому Будем Скромно Молчать И Критиковать Пусть Бодрится Так Ведь А вот Когда Незаслуженно Ты Видишь Что Человек Незаслужил Этой Благодарности Да У него Не все В порядке Да У моего Мужа Не все В порядке Да Ему Еще Надо Стать Верующим Да Ему Еще Надо Стать Хорошим Семьянином Да Ему Еще Надо Стать Хорошим Отцом Но Я говорю Ему Слушай Спасибо Тебе Мы Благодарны Тебе Что Ты Стараешься И Знаешь Мужчина Начинает Еще Больше Стараться Я Недавно Разговаривал С одним Подростком И Спрашивал Как дела У тебя С родителями И все Остальное И Подросток Мне Говорит Знаете Пастор У меня Видят Постоянные Недостатки Мои Вот Я Всегда Тут Не прав Здесь Не так Тут Не так Меня Сравнивают С другими Это Мы Не Любим Когда Нас Сравнивают С Другие Представьте Мужья Сравнивали Жен Ну Я думаю Такие Семьи Долго Не Просуществовали В обратном Порядке Еще Можно Как-то А в этом Порядке Уже Все Там Уже Сразу Первые Сравнения Уже Тяжелые Последствия Подросток Говорит Что Сравнивают Меня Говорят Мне Недостатки Я Пытаюсь Эти Недостатки Устранить Я Говорит Стараюсь Что-то Делаю А Никто Говорит В доме Не Замечает Появляется Еще Больше Недостатков Еще Больше Требований И в итоге Этот Подросток Говорит А зачем Мне Надо Стараться А зачем Мне Надо Стараться Вроде Бы Критики Конструктивной Достаточно В доме Но Нет Простого Слова Ты Молодец Ты Молодец У тебя Получается Да Может Ты В начале Пути Но Я Верю В Тебя Что Ты Все Равно Сделаешь Все Равно Справишься У тебя Будет Хорошо Все А у нас Нет Надо Правду Сказать И пусть Потом Что Хочется Этой Правдой Делай Сколько Мы Погубили Людей Сколько Людей Ушло Из Церкви Из 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 Конструктивной Критики Из За Справедливой Пастера Критикуют Своих Прихожан Достался Мне Этот Совет На Кого Не Посмотрю Ну Не Вообще Ну Никак С Ни Спасибо Братья Что Вы Рядом Со Мной Стоите Спасибо Вам И Низкий Поклон Благодарю Вас Молюсь За Вас И хочу дальше с вами служить. Насколько позволит Господь. Вот наши отношения. Почему? Потому что они заслужили? Нет. Потому что мое сердце благодарно. Вас дайте Богу хвалу. Аплодисменты. Отношение благодарного сердца Богу. Ничем. Не из-за того, что ты, Бог, что-то делал для меня. Но даже тогда, когда ты ничего не делал, даже тогда, когда моя жизнь идет не так, как бы я хотел, я благодарен тебе. Не потому что ты что-то сделал, а потому что ты Бог. И мое сердце благодарно тебе. Не взирая ни на какие обстоятельства. Вот наша жизнь, друзья мои. Давайте будем учиться. Давайте будем приносить эту жертву благодарности. И мы можем приносить жертву публичной радости и исповедания нашей веры. Сегодня многие стали бояться, что они верующие. Особенно евангельские верующие. Наш разговор начинает с того, знаете, мы не секта. Три раза так скажешь, точно подумают, что ты секта. Чего он оправдывается? Зачем вы оправдываетесь? Секта мы не секта. Пусть человек думает все, что хочет. Да, мы собираем здесь пожертвования, потому что мы на них живем. Соблазняйтесь, пожалуйста, идите в другое место. Какие вопросы? С вас дьявол собирает пожертвования. На сигареты, на водку, на все остальное неверующие люди. Господа, вам говорю. И вы отдаете гораздо больше ему. Он вас полностью всех обдирает. Полностью. Люди соблазняют. Ну и пусть соблазняются. А я не стесняюсь этого. Да. Почему? Потому что так учат Священное Писание. Я не говорю от себя. Я говорю то, что говорит Слово Божие. И я не стесняюсь быть верующим человеком во всяком месте. Ты верующий? Да, верующий. Я верую в Иисуса Христа. Я и на работе, когда работал, так говорил. Да, я верующий. Все знали об этом. Чушукулись, но знали. Я помню, как ко мне приехал один начальник. И начал меня убеждать. А у меня 10 заповедей в кабинете висело. И он начал меня убеждать снять эти 10 заповедей. И я ему говорю просто. Говорю, прикажете снять? Я прямо сейчас сниму. А он слышал некоторые истории, где Бог заступался за меня. И такие грозные, серьезные истории. Все об этом знали. Бог заступался за меня. И он посмотрел на меня и говорит, заставь тебя. Не, не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok